Друзья, всем большой привет, добро пожаловать в Кристиан Лэнд. Это мое мнение по Веному 2. Опять же, я его выпустил немножко поздно, так скажем, но я подумал, почему бы и нет. Я сходил на фильм 2 октября, записываю видео 8, это видео должно выйти вроде как 9, я на это надеюсь, надеюсь успею. Вот, и получается я сходил 2. Почему я не сходил, кстати, в премьеру, я об этом говорил в обзоре на фигурки по Веному 2, если вы не смотрели, обязательно перейдите. Там вот этот большой карнаж, это, поверьте мне, стоит вашего внимания. Классное видео получилось, обязательно заходите в подсказки и смотрите. В общем, 30 сентября в 8 часов вечера должен был состояться сеанс фильма в Аймакс, очень круто, все, я был уже на кураже за 5 минут до сеанса. Веном хочу посмотреть на их схватку, и тут бамц, эвакуация торгового центра, всех вывели из, ну, попросили выйти из торгового центра. Якобы там бомбу заложили, еще что-то, в общем, чаще всего это ложные звонки. То есть, сколько я не ходил в этот торговый центр, эвакуация была раз 10, и ни разу, ну, слава богу, конечно, ничего не взрывалось. Опять же, это была ложная эвакуация, и понятно, что сеанс фильма у меня прилетел. Вот, и, кстати, я еще до сих пор не смог вернуть деньги за билеты, чем буду заниматься на днях, потому что, ну, это жесть. Там, ну, крупная сумма получилась на меня, там, и на мою семью. И, типа, до сих пор не вернул деньги. Вот, поэтому эвакуация, я пошел только второго, тоже в Аймакс. Так, давайте начнем с того, что у меня было в голове перед фильмом. В общем, я по трейлерам сразу понял, что это будет первая часть с Карнажем. То есть, ну, как бы никакой... Есть определенная концепция фильма. Они взяли эту концепцию, перенесли во вторую часть, и ничего особо не изменилось. Просто вместо главного злодея Райта поставили Карнажа. Вот, и для меня это было таким немножко разочарованием. Я надеялся, что они немножко во второй части посмотрят на критику. Это тоже неплохо. Первая часть неплоха сама по себе. То есть, классно я ее недавно пересматривал перед второй, чтобы, ну, типа, быть больше в курсе. Хотя там, типа, можно посмотреть вторую часть без первой, на самом деле. Вообще никаких сюжетных завязок нету. Ну, только отношения Энн и Эдди Брока, и все. Вот. И, то есть, у меня была надежда, что они сделают второй фильм немножко иначе. Посмотрят на критику и прислушаются к тому, к чему стоило бы прислушаться. Так, у меня лампа выключилась, но ничего страшного. Вот. И они этого не сделали, Энди Сёргис, режиссер. И я подумал, так, они взяли этого парня, чтобы просто сделать не хуже, чем вторая часть. Чем они, в принципе, и занялись. Вот. Поэтому вторая часть лучше, чем первая, по моему мнению. Вот. И поэтому я шел без каких-либо больших ожиданий. Просто мне хотелось посмотреть на схватку Венома и Карнажа. В принципе, я это получил. Полтора часа меня вообще не смутили. Наоборот, классно. Это было как-то на одном дыхании. Прикольно. Весело. Здорово. Паучка, конечно же, я не ждал. Только в сцене после титров. И он там, к счастью, появился. Об этом чуть позже. Вот. И, в общем, фильм как-то начался быстро. Как-то нас сразу в курс дела ввели. Быстро Карнаж появился. И как-то все быстро завязалось. И все быстро закончилось. В общем, не знаю, хорошо ли это или плохо. Просто в фильме не было воды. То есть везде экшен, везде какие-то полезные диалоги персонажей. И, в принципе, это, наверное, хорошо для этого фильма. Потому что этому фильму как раз-таки вот эта концепция короткого, так скажем, фильма. Ну, для супергероики это короткий фильм. В полтора часа без воды. Типа все по делу. Это прикольно. То есть мне понравилось. То есть я полтора часа посмотрел, получил удовольствие. Да, классно. Вот. Что могу сказать по поводу графики? Графика однозначно лучше, чем в первой части. В первой части были моменты, когда ты смотрел на Венома и понимал, что это, ну, какая-то игра, что ли, или что это. То есть ты хочешь видеть вот эту желчь его, хочешь видеть его движение более четки, без вот какого-то мыла, или как это сейчас называют, не знаю. В общем, хотелось посмотреть реально качественный графон, потому что Sony умеют. Опять же, они умеют. Паучок с МРМи об этом это доказывает. Я скажу вам так, графон во втором Человеке-пауке лучше, чем графон в Веноме первой части, которая вышла в восемнадцатом году, а Паучок вышел в четвертом. То есть, ну, тут разница колоссальная. Двенадцать лет вроде. Нет. Четырнадцать лет. Четырнадцать лет разница. И во второй части они это поправили. То есть Энди Сёркс, наверное, для этого и пришел. Понятно, захвата движения его коронных там не было. Оно там вообще не нужно. Там симбиоты. Мимику симбиотов никак не сыграешь. Она все равно вся рисуется на компьютере. Поэтому в этом плане его навыки не понадобились. Но, опять же, я уверен на сотню процентов, что Sony его наняли просто, чтобы сделать вторую часть не хуже, чем первую. Потому что первая собрала хорошие деньги. Веном 2, наверное, соберет меньше. Но для ковидного времени это будет нормальная сумма, которую можно будет пустить на третью часть. И когда третья часть выйдет, я надеюсь, что с пандемией уже будет покончено. И третья часть соберет колоссальные деньги. Если это будет какой-нибудь кроссовер с планетой симбиотов и Человеком-пауком, то там миллиард-полтора точно обеспечен. Потому что популярность Тома Холланда растет с каждым днем, я бы даже сказал. Поэтому будет очень интересно за этим понаблюдать. В общем, музыка никак мне не запомнилась, графика хорошая, Веном классный, как всегда, веселый. То есть, показали их отношения с Эдди Броком, прикольно, хорошо, весело, здорово. Карнаж. Когда он только появился, мне прям понравилось. То есть, ну, он мне в целом понравился мне Карнаж. То есть, меня абсолютно устраивает, как его нарисовали. Меня абсолютно устраивает вообще, какой был Карнаж. Жалко, что у них с Клетусом Кэссиди в итоге не сошлось. Потому что по комиксам, вот как я читал, я немного комиксов Венома и Карнажа читал. Но у меня был комикс, и есть комикс, Карнаж максимальная резня, что-то такое. Вот. И там отношения Клетуса Кэссиди с Карнажем очень такие родные, что ли. Они оба безумцы. А в этом фильме нам показали, как Клетус Кэссиди и Карнаж как бы вместе. Но у них куча разногласий. Они все время, в общем, Вуди Харлисон, его Клетус Кэссиди любил вот эту Крик. Короче, вы меня поняли, я не помню, как ее точно зовут. И Карнаж не нравился ее Крик, и он типа хотел ее сожрать, убить. И как это работает? Потому что по комиксам они были единым целым, безумным, злым, беспощадным, кровожадным и так далее. А Веном и Эдди Брок были тоже единым целым, но таким более добрым, что ли. Вот. И вот эта концепция мне немножко не понравилась. И как закончилась история с персонажем Карнажем, а именно с Вуди Харлисон, с его Клетусом Кэссиди, я безумно расстроился. Потому что понятно, что Карнаж вернется. Может быть не в Веноме 3 точно, но в Веноме 4 по-любому он вернется. А Клетус Кэссиди уже не вернется. Потому что, ну, Веном съел ему бошку, откусил бошку. Что, в принципе, ему и обещал Эдди Брок. И мне очень жаль. Потому что Вуди Харлисон в этом фильме, мне кажется, сыграл на процентов 10 того, что он умеет. Это не его вина, это вина, наверное, сценаристов и вина режиссера. Потому что Вуди Харлисон мог сыграть Карнажа на том уровне, по моему мнению, на том уровне, на котором сыграл Хоакин Феникс своего Джокера. Потому что можно было сделать отдельный фильм Карнаж, 18 плюс рейтинг. И поверьте мне, если бы они его сделали так, как надо, так как надо по комиксам с максимальной реальной резней, показать Карнажа просто невероятно злым, беспощадным, кровожадным симбиотом, это было бы идеально. То есть нам бы показали Карнажа, потом бы еще раз показали какие-нибудь терки с Веномом, условно говоря. И это была бы победа. Потому что Калетус Кэссиди от Вуди Харлисона это потенциальный Хоакин Феникс в мире DC там со своим Джокером. Они его слили. Я не понимаю, зачем тогда было брать Вуди Харлисона на эту роль, если вы просто берете и отрезаете, по сути, от киновселенной этого злодея. Да, сейчас мультивселенная, сцена после этого нам показала. И можно потом придумать, что Калетус Кэссиди из другой вселенной, Карнаж. Ну, не знаю, меня как-то эта идея смущает. По такой логике можно и Железного Человека вернуть, и Черную Вдову, и Всех. И, короче, будет умирать один Тони Старр, зато в другой киновселенной другой. Как-то мне это не по душе. Опять же, напишите в комментариях, хочется видеть какого-то одного ключевого и за ним следить. А Калетус Кэссиди, он на экране был полчаса, его слили. И Карнаж, понятно, не умер, он где-нибудь, его частичка осталась. Может, вселилась в кого-нибудь, может быть, в Крик, и она потом станет симбиотом Крик. Понятно, что вот этот полицейский станет токсином, уже все об этом сказали. В общем, как-то все скудника в этом плане. Вот, сцена после титров спасла этот фильм определенно, где появился Том Холланд. Опять же, насчет всех теорий, я считаю, что эта теория подходит под эту сцену после титров. В теории того, что это из-за событий каких-то с Доктором Стрэнджем, может быть, с Аллой Ведьмой, может быть, это в один момент произошло. Я имею в виду убийство Канга, вот эта вот сцена тоже после титров Ванда Вижн, где Ванда что-то ощущает и слышит голос своих детей. И, конечно же, где Доктор Стрэндж пытается применить заклинание для Питера Паркера Тома Холланда, чтобы все забыли его личность. Может быть, это произошло в один момент, так пока что непонятно. Думаю, в третьем Пауке и в Мультивселенной Безумия мы об этом с вами узнаем. Поэтому сцена после титров спасла этот фильм. Веном классный, я... Веном 2 классный, я ничего не могу сказать, то есть не могу сказать, что он плохой. Если выбираете между хороший и плохой, я выбираю хороший. То есть я не могу назвать плохим фильм, потому что он классный, типа, ну, прикольный, да. Понятно, что это не уровень даже Человека-паука возвращения домой, не вдали от дома, они намного круче. Ну, условно говоря, это тоже Сони, по сути, немножко снимали. Вот. Ну, тоже участвовали в процессе, в сценарии, они тоже все это согласовывают с Дисней. Поэтому вот такое у меня мнение по Веному 2. Жду в Веноме 3 Человека-паука Тома Холланда. Без него там будет очень скудно, опять же, планета симбиотов. Ну, не знаю. Мне кажется, планету симбиотов можно делать где-нибудь Веноме 4, Веноме 5, потому что это слишком масштабная история, которую, наверное, лучше рассказать немножко потом. Можно было бы сделать, вот как я бы сделал, допустим, я продюсер, один из продюсеров главных в Сони. Я бы сделал третью часть, сконцентрированной на битве между Веномом и Человеком-пауком, создать между ними какой-то конфликт. Четвертую часть сделал бы с возвращением Карнажа, и пятую часть бы запилил с какой-нибудь планеты симбиотов, где Том Холланд и Веном с токсином, я не знаю. Короче, вот три персонажа отражают атаку других симбиотов с планет симбиотов, которые хотят захватить Землю. Это был бы вообще крутяк, но не знаю, произойдет ли это. Опять же, ждем Венома в Человеке-пауке нет пути домой, я уверен, его покажут в сцене после титров, либо в конце, либо какое-то будет упоминание, что вот к нам на Землю попал какой-то Веном или еще что-то. Я думаю, будет очень интересно. Опять же, оставляйте свои комментарии, свое мнение. Правда, если вы его где-то писали, можете скопировать, мне скинуть. Мне, правда, будет очень интересно почитать мнение своих подписчиков под своим мнением по Веному 2. Поэтому ставьте лайки, поддерживайте, обязательно смотрите видео с обзором на фигурки по Веному 2 Funko Pop. Видос классный, поверьте, стоящий, перейдите, посмотрите обязательно. Пока-пока.